Эта история началась еще 60 лет назад, правда зимним вечером. Тогда молодым людям, которые пришли в Матищинский кинотеатр, по судьбоносному стечению обстоятельств не хватило билетов на сеанс. Пришлось ни с чем возвращаться домой. Она была с подружкой, а он со своей племянницей. В автобусе Нина и Николай сразу обратили друг на друга внимание. Губы ржал, улыбается стоит, стеснительный. Ни, да, ни, нет, ничего не сказал. Аж когда на танцы пошли, не он меня, я его пригласил на танцы. Николай Михайлович, а вам-то девушка сразу понравилась? Конечно. Еще в автобусе? В автобусе. Потом Николай Михайлович тихо скажет. Эта белокурая девушка с прической, как у Анжелы Дэвис, вообще-то мне понравилась еще на ступеньках кинотеатра. Со свадьбы затягивать не стали. Сомневалась невеста только в том, брать ли фамилию мужа Казаков с девичьей Савельевой. Ей очень не хотелось расставаться. 9 марта мы расписались, а 14 марта была свадьба. В субботу. Приехали на лошадях, по снегу, по лесу. В санях. В санях ехали на свадьбу. Люди в машинах, а мы на санях. Как это часто бывает, будущие муж и жена, оказывается, жили по соседству на Матищинском Динамо. Он в своем доме с родителями и большой семьей сестры. Она в 14-метровой комнате с мамой. Семейная жизнь началась непросто. Молодые поселились у жены. Первый же год родился сын, а за ним еще один. Тогда любящие родители даже в страшных мыслях представить себе не могли, что их первенец, когда вырастет, будет устранять последствия Чернобыльской аварии. И рано уйдет из жизни. В утешении родителям останутся двое внуков и младший сын, который сейчас живет вместе с родителями. Много переживаний Нине Николаевне доставили к командировке мужа. Весь союз объездил. Мы космические установки готовим, где бегаем, мы запускаем. А вы как инженер, да, ездили? Старший инженер. Старший инженер. Я по своей части подписывал документы, там все. У нас спецмонтаж был. Судьба, кажется, использовала каждый повод проверить семью на прочность. Очередным испытанием для супругов стала болезнь. Уже больше 20 лет Нина Николаевна благодаря мужу борется с онкологией. Скажите, пожалуйста, в чем секрет такого семейного счастья? Ну, я думаю, забота друг о друге. Он встает, 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 полпятого, кашку мне варит, яблочко трет, чтобы я реженочку или кефирчик наливает. Все, чтобы я... А потом смотрится на дачу в 6 часов. На 6-5 уже уезжает. А приезжает, уже обед готов ему. Посадки овощей и фруктов были общим увлечением супругов. И только последние несколько лет из-за болезни Нина Николаевна с нетерпением ждет дома, когда заботливый муж привезет дары огорода. Все свое сажаем. Картошку свою до сих пор едем. Земень там, все. Сами картошку? Да. Сами за ней ухаживаете? А как же? И сам копает весь огород. Там соток 15, наверное. Николай Михайлович, тяжело же. Вручную все копает. Картошку-то тяжело. Конечно, тяжело же копать-то. Мне не бывает тяжело. Вот кабачки, уже один кабачок свели. Уже, наверное, с десяток огурчиков созрели, принес. Я не устаю, тихо говорит Николай Михайлович. Он не привык жаловаться и открыто гордиться своими победами. Жену до сих пор ласково называет «моя Нинуша» и более скромного человека сложно себе представить. Прогуливаясь по парку, мы совершенно случайно узнали, что нашего героя знают все местные шахматисты. А кроме того, Николай Михайлович обладатель многочисленных наград и медалей в любительских турнирах. 60-летнюю годовщину еще называют бриллиантовой свадьбой. Конечно, никаких бриллиантов Николай Михайлович на памятную дату не подарил супруге. Да и вообще их у нее никогда не было. Если только не считать любимого и заботливого мужа. Николай Михайлович, а супругу-то за что цените, за что любите? Вот столько лет все-таки вместе. Как за что? За все. Романтика на показ – это для молодых. И, пожалуй, только в кино. В семье Казаковых чувства закаленные, проверенные временем. Вот, оказывается, как выглядит реальная любовь. Дарья Ильинская, Денис Петров. Информационная программа «День». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова